История, что ты пишешь Эмфиго и теперь вот Имбабе Эти имена игроков разных стран Назовет без труда даже далекий от футбола человек Величественный гимн подчеркивает уникальность клуба Но давайте пока вернемся к более нам близким мотивам Чтобы вновь услышать после музыку гимна Реала Из истории Динамо 80-х Когда-нибудь снимут сериал не хуже знаменитой многосерийной саги The Last Dance Что тогда творили белорусские футболисты на советских просторах Фантастика После эпохального 82-го года Когда минчане лучшие во всем союзе вступают Дебют в Еврокубках И команда существенно обновляется И вот одним из знаковых футболистов на Евроарене Становится Александр Кистин Который в конце десятилетия доберется и до финала Кубка СССР Это тоже ведь важная история динамовца А еще ранее у Александра появится на свет дочь Екатерина Я специально хотел стать возле Динамо максимально близко Чтобы во-первых объяснить, что вы мама хоть известна уже нынче парня Но при этом вы из футбольной семьи Папа мой Александр Кистин Он полузащитник эмитского Динамо Дважды забивал Это, наверное, единственный футболист в Динамо Который дважды забивал в четверть финала Кубка УИФА Насколько он был, не знаю, близок для вас? Очень близок Вообще это такое значимое место для меня Потому что я помню, мне было тогда лет 5-6 Мы сюда приходили болеть за папу Также отсюда уезжал обычно автобус в стайке Папа часто меня брал Куча фанатов, которые там поджидали под окнами Просили автограф, сфотографироваться Оно реально тогда заполнялось? Вообще заполнялось, битком Людей было очень много Нас проводили в отдельный вход На отдельную трибуну Жены и детей футболистов И вот теперь к главному Екатерина 12 лет тому назад станет второй раз мамой В ее семье появится на свет сын Леша О нем впервые многие услышали 6 лет назад А этим летом аудитория выросла в разы Ведь этот мальчишка подписал контракт с Реалом Мадрид Года два он занимался в Динамо Минск И он сразу прям такой понял, что это моя история? Да, да Эта вообще история началась с трех лет Когда он случайно там мультики переключал Мы собирали детский садик И я мультики хотела включить Случайно вот нарвались на футбол И он сказал, мама, не переключай И вот с этого момента он все время приходил Мама, включи футбол, включи футбол В соседний детский сад мяч попадает И приходилось забирать даже у Леши мяч И вот там Спартак его заметил Сначала Спартак, потом Зенит пригласил Краснодар Шесть лет набил за год занимаясь фристайлом Он набил 12 776 раз Он просто любил возиться с мячом Да То есть он в любом случае, когда ты сутки с ним проводишь Ты технически становишься так или иначе Конечно А почему это другие не понимают? Вроде так просто Ну просто Некоторые считают родители, что там 2-3 тренировок в неделю достаточно Это мало Это мало Папа с ним выходил с 6 лет каждое утро во двор И перед школой это была зарядка Какая-то там финты с мячом Талант, конечно, это важно Но Леша очень сам по себе такой упорный И очень трудолюбивый Его никогда не надо было заставлять там ходить на тренировки Папа, как спортсмен, он замечал такие нюансы Вот Лешка в одно время боялся в стык идти И он начал заниматься с ним боксом Потом легкая атлетика Лешка стали замечать, что он когда быстро бегает Он задыхается Неправильно поставленное дыхание И папа его отвел на легкую атлетику Удивляет история, что мы так с вами в Минске общаемся Но при этом, вот даже сейчас прозвучала фраза Барселона, Реал за него боролись Ну почему выбор пал в сторону Реала Не знаю, как-то почувствовал это Папа, ну как он мне рассказывал Вот более какую-то атмосферу Семейную Отношение к детям немножко другое Они сказали, что они в Леше видят именно проект Ну вот они хотят вырастить И так же, как у Реала всегда была мечта быть лучшими в мире Так и у Лешки это мечта быть лучшим в мире Ну вот у них эти желания совпали У него на три года сошел, как писали Да, да, до 15 лет Первый белорус в Реале, кстати, еще до этого Глеб был в Барселоне как раз А Лешка вот попал в Реал Хотя у него любимый игрок Месси всегда был Скажите, кроме спорта он интересуется, я не знаю, он книгу читает? Конечно, он читает книги Вот, ну последний год он языком занимался Испанский учил, он же поехал туда, он знал хорошо английский язык Кстати, в испанской школе он был лучшим в классе Именно с английским языком Кстати, многие отмечают, что он именно думающий игрок Он очень хорошо видит поле Поэтому многие там видят его и в нападении, и в центре поля Он сколько забивает, он столько же отдаёт голевых передач Ну он всегда, Лешек, всегда говорил, что он хотел бы сыграть за сборную Беларуси Ну у него как была такая мечта всегда Представляете, была какая-то красивая история Вы приходили с папой сюда? Да, конечно А когда-нибудь в качестве капитана сборной Беларуси? Ну да, да, это было бы здорово Вы бы прям, ну, в момент ощутили максимальный трек Ну да, да То есть вы бы хотели, чтобы он играл за сборную? Хотела бы, конечно Из истории взросления сына очевидным становится то Что талант это лишь малая часть общего успеха Остальную труд и вклад родителей Хала Мадрид В главном афере Андрей Козлов и Илья Пучко